Давай переходить, наверное, к теме недели. Ну и главная тема, она даже у нас есть в заголовках, это новый контракт Пепа Гвардиола. Да, мы его с тобой в прошлый раз провожали, по-моему. Говорили о том, что, наверное, приход нового спортивного директора, это значит, что Пепа не будет уже в следующем сезоне. Ну да, что такая вероятность присутствует. Что Марим бы лучше выбрал, не Юнайтед, а Сити, потому что там... Ну, про Самарим было уже тогда более-менее понятно. Да, да, мы как раз и говорили, что выбрали они с спортивным директором разные части Манчестера. Там основная риторика крутилась вокруг того, что уход Чики, как индикатор будущего ухода Пепа, может быть важным недооцененным событием. Но в итоге Пепа подумал-подумал, вроде как все сходятся в том, что он должен был дать ответ вот между ноябрем и концом года, должен был прийти к финальному решению, просто потому что если ты откладываешь это на самый конец и у Куба, меньше возможности реагировать и на игроков это тоже отражается, психологически на них давит это неопределенности. И вот он решил остаться. Он решил остаться, причем есть еще дополнительные сообщения о том, что его контракт никак не привязан к делу Сити. То есть даже если Сити вылетает, это... Пеп не соскочит по этому пункту. Думаю, что Сити не вылетает. Будет этого. Да, там же еще продление надо. Надо было сказать все точно, когда Сити вылетает, а не если Сити вылетает. Повстается. Да, да, да. Но вот это хороший момент для того, чтобы напомнить о лайках. Ставьте лайки. Я думаю, вы по всей этой фразе в хорошем настроении. Так что, да, Сити вылетает. Ставьте лайки. Что ты испытал, когда прочитал о том, что Пеп Гвардиола еще за два года будет терроризировать АПЛ? Ну, мне показалось, что... Ну, это с одной стороны логично, с другой стороны, видимо, вот в таком клубе, где долгое время был один тренер, все-таки к вопросу о его преемнике, должны подходить осмысленно и стратегически. И, видимо, стратегически они преемника Пепу не выбрали. То есть, они сейчас не могут сказать, кто будет этим тренером. Подожди. Вьера был без работы. Ну, вот именно. Это же совпало. А, да. Вьера получил работу. Ждали, что будет он. Но он получил работу, и понятно, что это работа в долгую, поэтому ничего не остается. Митчел, Артета, кто там еще? Мореско. Энце Мореско. Энце Мореско. Ну, будем Пепу мочить за то, что он вот их всех пересидел? Ну, то есть, по сути, Вьера, я же не просто рандомно назвал, он был сити-групп, он вот был таким первым человеком, который говорит, ну, вот после Гвардиолы, Гвардиола построит базис, а продолжателем будет Вьера. Ну, может быть, он посмотрел Страсбург, посмотрел Страсбург и понял, нельзя доверить. Может быть. Может быть. Но потом еще и Мореско. И вот все они уже разошлись, строят сольные карьеры. Несколько компаний еще, как одна из таких фигур могла фигурировать, и они уже тренируют сами топовые клубы, а Пепа еще все в Манчестер-Сити. Как в сериале «Наследники», где, не знаю, смотрел ты или нет, где глава семейства... Бросил смотреть. Я вот пока не досмотрел, но ты помнишь, да, сюжет, где глава семейства никак не может выбрать, кто же из его детей будет наследники, ну, потому что невозможно таким людям ничего доверить, и все время остается сам. Так и тут. Ну, Пепп, правда, не такой старый. Тут не наоборот. Ну, во-первых, Пепп не такой старый. А во-вторых, ну, тебе разве кажется, что это не толковые тренеры, которые... Это хорошие тренеры. Хорошие, но, видимо, не могут решиться. Они просто... Я думаю, не то, что не могут решиться, я думаю, просто Сити поразивал момент, когда можно было это решение принять. Потому что сейчас Сити просто не переманит Мореску, не переманит Ортету и не переманит даже компаний. Так что, я думаю, скорее в этом проблема. Ты видишь сценарий, при котором это решение Пеппа играет против Сити? Ну, то есть, выясняется, что он уходится в неподходящий момент, что это только навредит команде. Либо будет, как обычно, команда вокруг него сплотиться и всех вынесет. Может быть, может быть. Но мне кажется, что они и так выиграют этот сезон. Хотя нет, там же есть Ливерпуль, да, я все время забываю. Может быть, это важно. То есть, показать сейчас, что мы не пошатнулись. Хотя есть какие-то проблемы, что мы по-прежнему верны вот этой стратегии и поддержать ее таким образом. Может быть, такой эффект, но мне как-то сложно это оценивать. Тебе кажется, что Сити, как клуб с ценностями, как семейный клуб, недооценивается. И сам факт такого долгого пребывания Гвардиолы в этой команде, он это подчеркивает. То есть, у них очень хорошо и комфортно выстроено и для игроков, и для тренера все вокруг. Ну, это сделали в основном Чики Бегерестайн и Феранса Риана, но это выстроено. У них также болельщики очень преданные, очень сплоченные, которые Пеппа на каждом этапе поддерживали. И даже когда это не было так очевидно, как сейчас, даже в первый сезон, и Пеппа до сих пор это благодарит, даже когда медиа его очень сильно критиковали. Тебе не кажется, что вот этот аспект Сити, что на самом деле у них может быть не та история, которую мы привыкли называть историей в этом мире, но она по-своему прекрасная, недооценивается? Ну, она, наверное... Я потому что считаю, что история, она не обязательно должна уходить глубоко. Ну, история, атмосфера, все это... Да, потому что клуб может быть... Сити не молодой клуб. Но да, вот в нынешнем виде да, и эта история не должна быть столетней обязательно. Конечно, наверное, это работает. Тут мне прям даже добавить нечего. А за кого более стыдно болеть? За Юнайтед или за Сити? Если сейчас начинаешь. Да я не знаю, я не думаю, что стыдно за кого-то вообще, в принципе, болеть. Это же любовь. Ладно. Не стыдно любить то, что красиво. Хороший ответ. Я думаю, это засчитывается как ответ. Это за Сити. Потому что Юнайтед пока не похож. Я болел за Юнайтед долгое время, когда был сэр Алекс. Мы с папой болели за Реал и за Юнайтед. То есть, вот, у меня два клуба было. Потом при Жозе любовь прошла. Вопрос на тему Гвардиолы. Ну, как оцениваете продление контракта, мы это уже проговорили. Возможно ли повторение ошибок клуба, когда он до последнего удерживал постаревших и потерявших мотивацию игроков? КДБ сейчас постоянно травмируется. Уокер, очевидно, сдал. Финдаган достаточно возрастной. Сити придется потратиться, чтобы их заменить. Например, Брунгем Раиш очень хорош и мог бы усилить Сити. Но я немножко зафиксирую, что я не совсем согласен, что у Клоппа такой синдром был. И что он тут надел каких-то ошибок. Но давай на сам вопрос по сути, по содержанию ответим. Вот приведены фамилии. КДБ, Уокер, Финдаган. И Пеп к ним привязан в том числе, потому что они стали дорогие его сердцу. Да, но... Не будет ли это ошибкой? Пропустится он момент, когда их надо выгнать. Но я так понимаю, что если это назрело, то его оставляют не случайно. Предполагают, что он может из-под этой команды построить еще одну уже с новым спортивным директом. То есть это не случайное решение. Я думаю, что это все обсуждалось. То есть дорогие сердцу, да. Но все-таки Пеп работал с разными командами. Он работал в разных странах. Он достаточно гибкий. Просто если это качественные игроки, а они все до сих пор качественные. Травмы, не травмы. Кто сказал бы, что Кевин Дебрюйн и плохо проводил в прошлом? То есть он тот часть, которую он проводил? Нет, конечно, не плохо. Или там Гюндаган, он переходил, все говорили, отлично, что он вернулся. В Барсе играл супер. То есть это совпадение, опять же, вот то, что сейчас перечислено. А то, что состав должен меняться. Но к этому все клубы приходят. А что вот у Реала другая ситуация. Другой клуб, просто другое отношение к игре. Но та же проблема. Когда стареют люди, без которых невозможно представить себе команду. Их приходится заменять. У Сити есть ресурсы для того, чтобы взять игроков. Это привлекательный проект. А как проще? Вот так. Ну, а если Пеппа остается, ты привлечешь скорее игрока. Чем если Пеппа поменять на другого тренера. Тебе не заново, конечно, придется начинать. Но сомнений будет больше. Смотря на какого. Смотря на какого. Я не говорю на плохого или хорошего. Я говорю на статус. Для людей, я думаю, что для футболистов Пепп, это хороший пример. А ведь Тенхак мог возглавить Сити. Это же какая-то была бы история. Я бы на это посмотрел. Тенхак, это же ведь тоже последователи Гвардиолы. Да, последователи. Баварии они пересекались. И последователь Кройфа. Да, это все. Вот Тенхак в Сити. И как он выносит Манчестер Юнайтед. Это было бы классно посмотреть. Да, причем в Англии это можно сделать. В отличие от Испании и Италии. Прям в тот же сезон. Ну, в тот же сезон может быть слишком радикально. Пепп не продлевает контракт, не продлевает контракт. И приходит Эрик Тенхак. И приходит Эрик Тенхак. Вот это вот была бы история.